В рамках заседания областного совета по трудовым и социальным вопросам были обсуждены четыре темы, в их числе создание первичек, соблюдение сроков выплаты заработной платы, а также организация работы по заключению нового соглашения между Брестским обл. исполкомом, объединением нанимателей и профсоюзом. Были рассмотрены и вопросы доплат на проезд к месту работы. Мы еще рассматривали в вопросах о разном. В соглашении областном есть такая запись, что бюджетные организации, такие как учреждения культуры, образование, здравоохранение, те работники, которые проживают в городах, а работают в сельской местности, по соглашению должны из внебюджетных средств получать доплату до 50% за проезд. Второе мероприятие «Велопробег» предварял круглый стол на тему взаимодействия государственных структур и общественных организаций по вопросам молодежной политики. Мероприятие прошло в форме активного диалога. На вопросы, интересующие собравшихся, были даны максимально полные и компетентные ответы. Федерация профсоюзов, как любая организация, и общественная, они заботятся о молодежи, это те, кто придут нам на смену. Поэтому мы сегодня проведем круглый стол. Все отраслевые профсоюзы прислали сюда своих представителей. Мы проведем сначала круглый стол, ответим на вопросы молодых представителей профсоюзов, лидеров, молодых лидеров профсоюзных организаций. На все интересующие, скажем, будет проведен круглый стол. То мероприятие, которое сегодня проходит, общение, скажем так, в кругу, диалог различных организаций, государственных органов и структур, он, конечно же, будет способствовать взаимодействию нашей молодежи и более активному ее проявлению в современном, скажем так, социуме. Вопросы, конечно же, которые мы сегодня будем адресовать и органам управления города и области, и областному объединению профсоюзов, они будут касаться различных направлений молодежной политики. Программу дня продолжила система тренингов «Профсоюз. Время твоих возможностей». Молодых профактивистов знакомили с командообразующими технологиями и основами ораторского искусства. Далее велопробег. Стартовала велосипедная турне на выезде из города сразу за деревней Тюхиничи. Профсоюзные лидеры были настроены преодолеть предусмотренное маршрутом три десятка километров легко. Здоровый образ жизни для большинства из них не просто красивое сочетание слов. Напомним, велопробег приурочен к 70-летию со дня образования Брестского областного объединения профсоюзов. Велопробег – это такое мероприятие, которое немножко необычное, немножко молодежное, в том плане, что подразумевает спортивное качество, подразумевает здоровый образ жизни. Дистанцию мы выбрали порядка 30 километров, мы финишируем в городе высокое. Цель велопробега – это поверить в себя, показать самому себе, что ты можешь, что это достойно, доступно. И вот этот здоровый образ жизни – это порыв, который был создан сегодня на мероприятиях первой половины дня, вложить в наш велопробег.